Я сейчас уезжаю в Венатива на консультацию, в ветеринарную клинику и в ветеринарную аптеку, буду консультироваться по поводу твоей болезни, и уже на месте там на ветклинике мы решим, нам в Венатива туда ехать, вернее врач решит. Когда у нас была последняя прививка, последняя вакцина у нас была в 2017 году, это 7 летом сколько? 7 лет назад последняя, 7 лет он без вакцины живет у меня, и под бешенство тоже, видишься, на бивактрекатрилу, основная вакцинация от панлийкот, пинея, ринутрохидита и кальцигроза. В общем, у моего питомца не проводилась вакцинация 7 лет, поэтому он и подцепил ту болезнь, которая у него сейчас, а какую, я еду выяснять в ветеринарную клинику в город Енакиево. Заодно спрошу по поводу ветеринарной клинику, нужно ли ему установиться на учет заново в Республике Донецкой Народной, так как паспорт у него был заведен и становился он на учет в 2010 году в Москве. Первый раз. Скорее всего понадобится новый паспорт. Ветеринарная клиника ЗООВЕТ находится в городе Енакиево, улица Свердлова, дом 90, и осуществляет прием животных, как я поняла, из интернета до 16 часов. Это прием животных, а сама клиника наверняка работает намного дольше. Вот она, я ее нашла, аптека-клиника ВЕТЗОО. В аптеку, да, не в аптеку вообще-то. В общем, что я могу сказать про аптеку ВЕТЗОО. Есть все препараты, все необходимое продается. Таблетки, инъекции от паразитов, от листов, комплексные и для вакцинации инъекции. Все есть в наличии, но они рекомендуют строго записаться на консультацию для начала к врачу. Потому что кишечная инфекция это очень серьезная вещь. Такая, как у моего дифектора. Я спросила ей, как можно записаться, она говорит, записываться можно только в порядке живой очереди. А очередь там огромнейшая. Я так понимаю, что они таким образом записывают, потому что огромное количество людей, люди даже не успевают с питомцами пройти какие-то процедуры. Акциональная клиника работает до 18, а аптека до 16. Я поставила огромное количество людей, развернулась и ушла, потому что понимаю, что смысла сегодня нет. Соответственно, если приходить, то нужно с самого утра. И до утром там обязательно будут люди, которые, скорее всего, уже записались. В порядке живой очереди. Сделано это, видимо, из-за того, что очень много народу, очень много спроса на эту клинику. Поэтому я не записалась. Ждать мне некогда. То есть я не хочу ждать еще несколько дней, или сколько времени, или до утра. Я сейчас еду в Шахтерск искать другую клинику. Сейчас предварительно нашла информацию. Позвоню сначала. Попробую записаться на прием, и, соответственно, уже поеду. Слушай, сегодня он хорошо. Второй у него привел пищи. 16 часов у него второй привел пищи. И не буду. В общем, сегодня я никуда не поехала. В Шахтерск я не поехала в ветеринарную клинику. Причина – исчезновение симптоматики. Симптомы у него начались на следующий день после поездки на море. Открылась рвота и диарея, параллельно протекающая, многократная. Сразу после поездки на следующее утро, когда началась рвота, я померила ему температуру. Температура была 39. Это нормально для котиков. Насколько я узнала из источников ветеринарных порталов. Так как температуры не было, я панику не стала поднимать. И три дня я просто наблюдала за тем, как он блюет и ходит многократно по носу. И на четвертый день, то есть 12-го часа мы ездили на море, 13-го мы прибывали на море еще. 14-го у него все это началось. 14-16-17-3 дня у него продолжалась рвота и диарея после того, как проходил час-два после приема пищи. И на четвертый день, как ни странно, температура не наблюдалась повышенной. На четвертый день, как ни странно, симптомы пропали. То есть было такое, что пропали. Далее, в течение остальных дней, оставшихся дней у него продолжалась опять рвота и диарея. Поэтому я наводила панику, я ездила по ветеринарным клиникам, звонила в скорую ветеринарную, узнавала стоимость, узнавала, когда они выезжают, на что они ответили, что выезжают они, если есть наличие экстренности, ну то есть все серьезно, то есть там температура, обязательно должна быть температура. То есть первостепенно нужно мерить температуру и проверять пульс. Все, что мы можем сделать без врача. 17 июня у него было затишье, не было никаких симптомов. В 18 все снова возобновилось. 19 тоже были все симптомы, многократная рвота, диарея, параллельно шли. Что, в общем-то, вводило меня стресс, панику, меня заставляло звонить, ездить. Я ездила в Янакиево, где мне сказали, что записаться можно только в порядке живой очереди, а очередь была до следующего дня. То есть мне же я тогда в таком случае должна ехать в другое место. И я позвонила в Шахтерск, договорилась, все, мне сказали, что либо сейчас, либо утром. Сейчас я сказала, что, скорее всего, я не успею, они до 18 работают. Он сказал, что с данной симптоматикой, которую я ему описала, необходимо в обязательном порядке вести питомца на осмотр. То есть нельзя все это, ну, нельзя, то есть, самой ехать, а просто там что-то консультироваться и так далее. То есть нужен питомец, нужно его осматривать. Сказали, обязательно берите питомца и на осмотр везите. Это было 19-е число, июня 20-го, то есть сегодня я должна была его везти. Но, что самое интересное, когда я приехала с Янакиево, с Янакиевской ветеринарной клиники ВЕЦОО, я стала наблюдать за питомцем, чтобы понять, все ли в порядке. Я обнаружила, что все в порядке, что всю еду, которую я давала ему перед уходом, она вся у него сохранилась, нормально, все прекрасно, никаких симптомов, симптомы исчезли сегодня утром, то же самое, симптомы исчезли, ночью их тоже не было, и, соответственно, ехать ветеринарной клинику надобности больше нет. Теперь для себя я зато понимаю четко, что на том пляже, на котором мы были, на пляже Гелиус в Седово, на улице Комсомольской, там можно прибывать моему питомцу, ничего больше угрожать не будет. Это по источникам ветеринарных порталов, где я выяснила информацию, но также по консультациям, которые я по телефону вела с ветеринарными врачами, я поняла для себя, что инфекция это очень серьезно, что у него не инфекция кишечная. Врачи сказали, что если есть температура, то надо обязательно вызывать скорую и обязательно вести питомца на лечение, потому что это 100% инфекции. У моего питомца температура не была высокой, поэтому я из источников информации, из консультаций поняла, что причина была неправильное питание, несбалансированное. Я ему давала другой фирмы корму в дороге, он его ел, может быть, это случилось из-за этого, плюс стресс и старость. То есть старенькие, такие как мой, 14-летние питомцы, они получают всегда стресс в дороге, который проявляется именно таким образом. То есть кишечник, либо еще одна была информация, что коронавирусная инфекция могла спровоцировать данную симптоматику. Потому что только коронавирусная инфекция может протекать, в принципе, без повышенной температуры. А если повышенная температура, это агрессивная какая-то инфекция. Там я из ветеринарных порталов начиталась, что агрессивная инфекция, инфекции их очень много. Разновидностей, то есть там ротовирусная инфекция, кальциевирус, то есть очень много инфекций, которые, кальциевирус это не кишечная, конечно, кишечных тоже там разновидностей очень много, которые все они ведут к летальности, к летальным исходам. Советую, кто берет в дорогу питомца, в путешествия, на отдых, на море, на речку, неважно куда, то есть в любое общественное место, обязательно надо успокоить питомца. В дорогу взять успокоительное и с собой, взять шприц чистый, чтобы можно было в случае обезвоживания, так как летом жарко очень, ему при помощи шприца влить воду. Жидкость вливается сбоку через самые большие клыки. Через них при помощи шприца доступно, шприцу доступно вот здесь вот попасть в полость. Через передние зубки очень тяжело бывает попасть. У меня это и было как раз-таки в дороге ситуация, когда я ему открывала рот, пасть, он ее зажимал. Плюс от старости, насколько мне известно, опять же, из тех же самых источников ветеринарных в интернете, что от старости может произойти любая ситуация в дороге с питомцем, и не только в дороге, так же и в квартире, и в любом помещении. То есть с челюстью может паралич, там, суд, ну, как бы, что угодно может произойти. Поэтому через передние зубки доступа нет. Нужно делать через клыки сбоку, вливать через шприц. На дороге во избежание стресса необходимо иметь обязательно шприц при себе, градусник для того, чтобы измерить температуру, можно было вовремя, и понять, все ли в порядке, нет ли какой-то инфекции. И обязательно успокоительное, может, кошачью мяту, может быть, из ветеринарной аптеки, аптеки или зоомагазина можно приобрести успокоительное для кошек. И обязательно нормальные кошачьи корма, от которых не будет никаких последствий, никаких диарей и ничего, никакой работы. Продолжение следует...